Такое качество детское, я вам сейчас поясню. Жизнь в настоящем. У детей, конечно, есть память. И если им там что-то обещали в воскресенье после собрания, они думают о будущем. Но в основном, обратите внимание, дети живут не в прошлом и не в будущем. Дети живут в настоящем. Они часто захвачены тем, что делают. Если они играют, они просто полностью в этой игре. Живут в настоящем. Вот они живут. И поэтому они могут увидеть часто то, чего мы не замечаем. Какой-то интересный камушек на дороге. Ты вообще проходишь, для тебя это просто дорога. Они живут в это время. И они видят то, чего даже взрослые не могут увидеть. И тут очень важна одна вещь, когда мы говорим про жизнь на настоящем. Смотрите, вот первое послание к Коринфянам, 14 глава, 20 стих. И вот смотрите, апостол Павел пишет. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними». Дети могут делать злое? Конечно, могут. И все родители доскажут. Аминь. Но апостол Павел, смотрите, здесь интересная вещь показывает, что злое, то, что делают дети, вот какие-то плохие вещи, которые они делают, отличаются часто от того, что делают взрослые. В чем отличие? Дети очень многое делают случайно. Ну там, из-за того, что они просто неуклюжие в детстве. Он прошел там, опрокинул любимую мамину вазу, и ваза упала. Да? Часто мы взрослые взрываемся. Он не понимает, сколько эта ваза стоит. Это такая дорогая. Мы были там где-то в отпуске, где-нибудь в Египте, привезли эту вазу. Так долго ее везли, переживали. И он пробежал в один момент, он разбил, и все. Но это не специально происходит, во-первых. Во-вторых, даже когда делают дети зло специально, они это делают под влиянием сиюминутной ситуации. Они просто не справляются с эмоциями. Например, там, мама сказала, сегодня шоколадку кушать не будешь, потому что ты не съел кашу. И сын может в гневе на маму. Бывает такое? Зло, да? Да, как проявление эмоций. Но, послушайте, дети не планируют зло. Ах, я не могу есть шоколадку. И он задумал отомстить маме своей. И ходит неделями, вынашивая план мести. Нет. Дети не планируют зло. Они либо делают его неосознанно, либо под влиянием ситуации каких-то эмоций, с которыми они не могли справиться. Но потом проходит ситуация, они так быстро забывают обиды. Правда же? Они не ходят с обидой или с жаждой местью днями, неделями или месяцами. Нет. В отличие от взрослых. И поэтому, вы знаете, понимание этого очень важно. Потому что, смотрите, у того же апостола Иоанна есть некоторые слова, которые нам, кажется, противоречат друг другу. Вот, смотрите, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Вот знаменитые слова в первой главе в восьмом стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Третья глава этого же послания. Девятый стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Кажется, что апостол Иоанн противоречит сам себе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. То есть грех у нас, получается, есть. И тут же он говорит, всякий, рожденный от Бога, не грешит. Если всякий, рожденный от Бога, не грешит, и в то же самое время, если мы говорим, что не имеем греха, то мы, значит, обманываем сами себя. Получается, рожденных от Бога не существует. Так же можно сделать вывод, да? Не существует. Но мы понимаем, что, конечно же, рожденные от Бога существуют. Скажи ближнему, да, они существуют. Можешь на меня посмотреть. Что же здесь имеет в виду апостол? Да, конечно же, апостол имеет в виду вот эти вещи. Да, мы, мы верующие. Мы порой можем делать какие-то вот либо плохие вещи, неосознанно, не понимая, либо под влиянием ситуации. У нас у всех есть плоть, и мы, бывает, не можем с ней справиться. Понимаете? Не можем, не можем с ней справиться. Я как-то, помню, вам рассказывал такую про себя негативный пример. У пастора тоже бывают вещи, за которые ему стыдно. Помню ситуацию, когда несколько лет назад были популярны в молодежной среде рэп-баттлы. И я посмотрел рэп-баттлы, и я вдруг увидел, что, оказывается, вот это молодые рэперы, это совсем не те ребята, кто, я думал раньше, какие-то простые, с рабочих окраин, необразованные. Я вдруг увидел, что там есть очень интересные, очень талантливые ребята. И я стал смотреть какое-то время, стал смотреть рэп-баттлы, мне было интересно, но там была одна проблема. В этих рэп-баттлах очень часто употреблялась ненормативная лексика. И я думал, ну ничего страшного, я же пастор, я же духовный человек, я талантливый какие-то там патчи буду выслушивать, а ненормативная лексика, она потом не прилипнет ко мне, я же духовный человек. И вот я помню, что как-то была такая ситуация, я ехал на машине, и вдруг кто-то подрезал меня, причем очень таким наглым способом, прям чуть не сделав аварию. Я увидел этого наглеца, задние фары его машины, и я вдруг заметил, что внутри меня, в адрес этого лихача... В общем, не благословил я его, нет. Когда я вдруг почувствовал, что я обматерил, скажу прямо, хоть и про себя, ну, этого человека я понял. И к духовным людям, бывает, прилипают плохие вещи. Поэтому не случайно, помните, в псалнах написано, не положу непотребные вещи перед очами моими. Потому что, ну, вот, кажется, я духовный человек, ну, непотребная вещь, но я такой духовный, на меня это не будет воздействовать. Но какой бы, знаете, какой бы крепенький, сильненький, молоденький, пупырышный огурец бы не был, но если ты его положишь в банку с рассолом, он хочет, не хочет, все равно осолиться. Правда же? Важно, что нас окружает, в каком мы окружении. Это и люди, которые нас окружают, если люди вокруг нас негативные, но это пропитает нас. Нет, я заряжу их своей радостью. Ну, сам посмотришь потом. Поэтому очень важно, что мы смотрим, что мы слушаем. Очень-очень важные вот эти вещи, очень важные моменты. Но теперь, вот какая-то ситуация, мне стало буквально через секунду стыдно. Я покаялся при Богу, говорю, Господи, благословляю его. И ты благослови, если можешь. Этого водителя. И я к чему это говорю? К тому, что у нас, у верующих, может что-то вырваться. Может, как вот бывает, произойдет, да? Но, когда ты осознанно живешь, планируя зло, планируя неправду, планируя зло в отношениях ближних своих, значит, ты не рожден от Бога. Рожденный от Бога, да, не грешит. То есть не живет в осознанной лжи, в осознанном планировании зла. Это говорит о том, что у человека нет Бога. Если там ты живешь местью, ты живешь осознанной обидой, нет. У нас может вырваться, у нас может что-то произойти, как у детей. Но дети быстро об этом забывают. Они не планируют зло. В этом и разница. С одной стороны, рожденный от Бога не грешит, не живет в осознанном грехе. С другой стороны, да, все мы согрешаем. Кто говорит, что не грешит, обманывает сам себя. Вот в этом мы должны уподобиться детям. Да, пока мы на земле, ну, что-то может вырваться. Или неосознанно, или под влиянием эмоций, или ситуации. Но жить во зле, жить в осознанном грехе, жить в осознанном планировании греха верующие не могут. Потому что мы живем с Духом Святым. А Дух Святой – это Дух Святости. Дух Чистоты. Все доскажут. Аминь.